вот 8 часов утра видите параковка пустая но это все из-за вот такого неба и дети небо если конечно сейчас даже ир ты знаешь даже гремел гром я это думал ну все накрылась наше море вот а потом вышла смотрю не такие уж и черные тучи вот но если рассосется через часик через дату народ рванет весь на пляж также идем опять на пляжик спасатели здесь вчера пришли во сколько в 10 по моему не только разложили лежаки все думаю до 10 можно тонуть так это у нас я вчера не подходила к этому или подходила туда же душ туалет есть аренда шезлонгов это вода как раз таки вот это часть вот эта часть пляжа где можно арендовать беситочки верандочки есть есть туалет он стрелка видишь это была стрелка красного там туалет есть есть у них туалет такой импровизированный колодец мельница а море как вчера по идее как там у нас городской пляж тоже уже люди есть купаются у нас сегодня водится ай-яй-яй-яй-яй-яй какая прелесть это вообще кайф ребятки а слушай медуза сегодня мелкая вот в траве купаться шикарной водички небо сегодня конечно вот ну есть что-нибудь маленькая ой какая красотища прелесть вчера два раза была на море вечером муж пришел с работы они еще есть или вечерочка мужа выкупывать в море в чёрном откисал откисал ой водичка вообще обалдеть обалдеть ой жарко люди сказали что там в этом море живете каждый день ходите можно на одной руке чтоб альток понимать сколько мы были на море да зрительница написала вы горят морем избалованы поэтому вы так пишите делаете видео что им как бы не очень интересно на море ходить на самом деле так оно есть месяц назад были на море да особенно рабочие люди вот как у меня сестра с мужем так только на выходных а если на выходных надо на рынок съездить закупиться на не целую неделю то они бывает на выходные погоды нету ветер сильнейшая волна и не пойдешь на море да да вот вчера за все лето считайте середина августа и Рома ну муж Ирон сказал первый раз его устроила качество моря качество воды тихая чистая теплая вон аж мост крымский но его наверно вам не видно а вчера плохо его было видно был такой туман испарено с моря душно море испаряется утро это самый лучший момент и в огороде утром когда сил много не жарко туман сюда тебя тебе тебя там ты Продолжение следует... 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 это будет мой рецепт чабаты я еще добавлю семя льняное и кунжут пару ложек кунжута еще две минутки надо повзбивать ну что мечта моя для тебя делаю ответ видишь этот хлеб вот этот пёк рольф то есть он для себя брал эту этот аппарат вот это он тебе испек ржаной хлеб с метком вот это он сейчас ужинает а вот это вот хлебушек пеку я себе наш уж я ржаную не очень себе сделала по рецепту чабаты с добавлением льняного семя и кунжута какой хлебушек у меня получился вкусненький так что я не одна пользуюсь этой машиной обижаешь и главное так написала интересно если выбрал роль в то я ему доверяю типа а шо ж ты мне не доверяешь моему выбору ай-яй-яй-яй обидела понапрасну меня миксеру там многие женщины в основном женщины не поняли почему же я была против этого миксера у меня девочки такой бизик я не очень люблю когда у меня что-то стоит на столешнице на кухне вот кафе-машина и чайники для меня это уже в высшей крышей люблю что все было пусто пусто какая-то минимальная декорация все никаких либо печи и каких-то комбайн комбайнов чтоб на живу тут вот висели на стене это но не люблю не знаю у каждого есть свои тараканы вот у меня такой таракан я люблю что все было гладко ровно без всяких прибамбасов и кухня у нас как вы заметили у нас нету верхних ящика нижней полки внизу ящики все и это все под завязку забита а этот миксер планетарно он уже почти как хлебопечка и куда это все ставить где это все хранить я понимаю что когда покупаешь какую-то вещь как даже эту хлебопечку когда мы покупали мы попользовались месяц наверное да поигрались там по извращались всяких либо попекли потом это под надоедает вроде бы уже не так вкусно не знаю не все вопечки как-то хлеб ну не очень зашел поели поели и забросили так это хлебопечка стоит у нас понимаете иногда я ее доставала и замешивала мне тесто там же шмарики миксер дает насадка маленькая она не очень хорошо вымешивает тесто все равно не сравнить как с планетарными все он конечно тесто вымешивает очень хорошо женщины японии говорят обычно женщина хочет надо мужика уговаривать у меня наоборот вот у моей сестры наоборот сестра хочет а муж не очень не было наоборот ну что мне ставить и тайский некуда ну выделили короче место в кладовке там у меня все там у меня жестоко этого барахла все полки забиты что и плюс еще учат вот всякие банки склянки консервы все равно сестра что-то катает и хранить дома негде в трехкомнатной квартире она естественно закатки какие-то будет привозить сюда все это ставить это все надо где-то ставить подвала у нас нет у нас только небольшая маленькая кладовочка все на чердаке у нас хранить ничего нельзя потому что там большой перепад температуры у нас там летом очень жарко зимой там мороз вентиляция вот крыша у нас настолько изолирован потолок а сама крыша у нас не изолирована поэтому хранить в принципе нам это все было негде и поэтому я была против девочки не из-за того что я какая-то с приветом естественно когда я попробовала сейчас испекла уже три чабата я испекла томаты кухон из пекла естественно а я еще один пирог пекла персиковый пекла у нас гости были конечно вещь замечательная и крем я в нем взбивала на этот песни персиковый пирог вот поэтому вещь конечно замечательно на срочно как я уже повторяю ставить было негде поэтому я была против это что небольшая такая заметка для девочек вот он мой ужин свежий хлебушек соленый квашеный огурец и арбуз немножко подкупились август у нас и чё хочу показать русский вариант кола черноголовка где-то я по-моему уже где-то рекламу по телевизору видела или или чё это наверное русская кола получается полтора литра стоит 97 рублей или 1 евро 50 вот хочу попробовать на вкус какая она для сравнения и как говорится кока-кола сказали ушла вроде бы как с рынка русского ну вот маленькие бутылочки все равно продаются трех видов больших я не видела только вот эти 05 производство было сделано в 14 июля я думала муж это старая еще какая-то партия нет 14 июля стоит произведена кока-кола стоит она 77 рублей у нас или 1 евро 1 евро 10 помоле 1 20 вот такая 05 вот представляете 05 стоит 1 евро 10 и полторушка евро 50 на вкус не знаю отличается она от этой будем пробовать вот почему еще стала снимать видео потому что картошка у нас стало еще дешевле шикарнейшая картошка в сетках посмотрите какая красавица и она уже у нас 20 рублей за килограмм вот и также лучок взяли лук шикарный красивейший лук вот такой стоит тоже уже дешевле чем был по 30 рублей за килограмм это 46 евро цент за килограмм мы набрали на свибель кухон проль будет делать луковый пирог набрали вот два килограмма 300 грамм на 70 рублей в общем вот это вот местные наши овощи сезонные они очень дешевые ну и мясо ребрышки взяла свинина ребрышки по 340 рублей за килограмм или 5 евро 20 килограмм ребрышки свинячие в общем вот так скупили сегодня просто хотела вам показать кока-колу русскую я увидела и мне так интересно стало поэтому я купила сестренка у меня рабочий человек ей не хватает катастрофически времени на домашние дела это ее яблочки она мне вчера принесла но это так как я сижу дома без дела буду делать ей сушку вот такие поддоны это тоже сушилка сестру ли моей потом покажу саму сушилку это поддоны кстати поддоны она еще докупала x но отдельно даже вот видно покраски другого цвета вот очень классная сушилка и можно делать не и пастилу и сушку все что хош там на коробке нарисовано много чего моя моя задача сейчас это все почти так как это все падали ца это все падали цена в этом году очень много яблок очень много и конечно жалко это все оставляйте перегнивать лучше повырезать кое-что где черевичок какой-то повырезать и сделаем сушечку она зимой хорошо идет компотики варят а я обожаю просто чипсы из яблок это мое самое любимое самое любимое блюдо зимой сидеть хрумстеть и но быстро у меня расходуется так что сейчас будут заполнять эти поддоны потом вам покажу саму сушилку и как она работает и и и и и и и и Продолжение следует... Ну, ты точно мог что-то там нахимичить с проводами. Мы с сестрой очень любим разные гаджеты. Этим я пользовалась первый раз. Сердцевину яблока вынимала. Ну, и у меня есть вот такая терка. Я буквально заполнила все поддоны яблоками за 20 минут, можно сказать. Все. Даже вот у меня еще осталась куча. Я ее всю уже удалила сердцевину. Яблоко, конечно, темнеет. Надо бы лимонным соком бы сбрызнуть, но у меня нету. Надо ждать, пока эти яблоки высохнут. Потом буду только эти нарезать. В общем, 20 минут и готово. Я тоже думала, что это такая интересная ерунда. Будет ли она вытаскивать сердцевину или нет? Вытаскивает? Отлично. Отлично. Мне понравилось. Сейчас идем. У меня в сарае стоит сушилка, чтобы комната не нагревалась. Я вам покажу нашу сушилку. Ну, не мою, а сестры. Вот так выглядит сушилка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь поддонов. Сушилка у нас фирмы Volteros 1000. Это... Что-то грязное здесь. Так, это русский производитель. И вот такие у меня получились красивые яблочки. Смотрите. Кругляшочками я в основном получилась. У меня там, где были червячки и гниль какая-то, я, конечно, старовалась обрезать. Вот. В общем, сейчас включаем. Включила в резетку. Здесь просто кнопка. 60 градусов. И все. Оставляем сушиться. Сушиться сейчас очень быстро. Потому что жарко. Вот крышка. Вот так. Все. Через два часика приду, проверю.